По поводу тонкостей проведения ретроспектив и там, как делать их правильно, значит, вы, когда смотрите это видео, скорее всего, вы только начинаете их проводить, по крайней мере, сейчас, когда мы записываем это видео, очень мало людей на системной основе их проводит. Значит, у меня к вам рекомендация, значит, номер один, это то, что решения, принятые на ретроспективе, должны исполняться, и следствие из этого факта, если они должны исполняться, то лучше, если вы примете хотя бы одно небольшое, но изменение на ретроспективе, поэтому не тратите на ретроспективе слишком много времени. Обычно говорят, что нужно на ретроспективе потратить час, посидеть, там, вот эти вот пять почему, вот эти, ну, много разобраться, глубинные причины, все это, конечно, хорошо, только если вы начинаете ретроспективу проводить, вы точно знаете, какие проблемы у вас есть и что конкретно у вас сильнее всего болит. Потратьте 15 минут и оставшиеся там 45 минут из этого потратите на протяжении там последующей недели для того, чтобы эту проблему все-таки решить, а не пообсуждать ее. Это, наверное, основное. Из такого второстепенного, то есть помимо того, что решения должны исполняться, и, пожалуйста, тратите больше времени на то, чтобы эти проблемы решать, а не обсуждать их, чтобы это не было локальной оптимизацией. Это супер важно, потому что если вы в своем там узком кругу людей соберетесь, там, команды отделом, там, людьми внутри отдела, там, agile энтузиастами, как угодно, если вы соберетесь, такие, о, значит, у нас там не очень четко формируются требования, давайте мы напишем user story какой-нибудь, или давайте мы будем еще что-нибудь делать. Окей, молодцы, вы это делаете, и каким образом это влияет на прибыль вашей компании, на ее устойчивость, там, в кризисные периоды, как сейчас, допустим, коронавирусную, или как это влияет на ее будущее, будут ли у нее больше клиентов, на удержание клиентов как это влияет. Непонятно вообще, ну, то есть, вы просто взяли, делаете место одного, вы делаете другое, но глобального смысла в этом нет никакого, потому что это локальная оптимизация, она ни на что не влияет. Забейте на артерспективы, если вы на артерспективы применяете решения, которые улучшают только жизнь, там, вашего отдела, ну, может быть, там, если это делает вашу жизнь немножко комфортнее, окей, без проблем, но конкретно, если это никак не фиксит бизнесовый, там, вашей KPI, то, в целом, эта история, ну, абсолютно бесполезная, поэтому можно ее не проводить. Что вместо этого лучше сделать? Пригласите, ну, может быть, это странно позвучать, но, как бы, не нас, любых экспертов, которые разбираются в проблеме, с которой вы столкнулись, и там с ними проведите часик, нас можно позвать, и, ну, это будет гораздо эффективнее, чем если вы, которые будут докапываться до, опять же, до глубинных причин, и не заниматься локальной оптимизацией, это важно. И как только вы вместо того, чтобы заниматься локальной оптимизацией, будете небольшие изменения, которые влияют на вот ваши бизнесовые KPI, на бизнесовые метрики, приводить жизнь, вот тогда у вас ретроспективы заработают. А то часто бывает, что ребята, там, проводят кучу вот этих ретроспектив, как правильно проводить ретроспективы, там, вот эти всякие вот инструменты фасилитации, вся эта история. После этого какая-то локальная оптимизация, условно, там, форточку открывать, ну, как бы, банальный пример, да, одно из первых, как бы, решений, которое, типа, открывать, там, расписание открытия форточки поменять, но, тем не менее, которое не влияет на бизнесовую составляющую, то бесполезно все это делать. Всегда смотрите на систему в целом, смотрите и включайте в ваше решение деньги, только тогда у вас прям решения будут огненные, и вас полюбят и собственники, акционеры. Очень сильно это повлияет на вашу карьеру, если вы будете смотреть на систему в целом. Если просто будут какие-то локальные оптимизации, то бесполезно все.